МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня есть целая коробка медалей. Вот это со Швейцарии, с фестиваля циркового. Она у меня одна, золотая. Эта начинающая цирковая артистка выступает наравне с мировыми звездами. А вот это самая большая с художественной гимнастикой. Первое место. Тут есть среди этих медалей первое, второе и третье место. Таких, как она, называют «человек без костей». Семилетняя Аня Куриленко сумела покорить цирковую арену не только в Украине, но и за ее пределами. Аня Куриленко начала заниматься спортом буквально с двух лет. Тогда семья жила в Киеве, и старшая сестра Ани, Лера, занималась художественной гимнастикой. И Аня, как увидела, начала повторять, и сразу спогат, и все. И тренер заметила, что такая девочка способная, говорит, приводите, я буду с ней заниматься. И вот пошел результат. Она сама дома после занятий приходила, занималась. Мы потом специально матку пили. Видимо, хочет ребенок. Ковер купили, не было ковра. Ну, гимнастикой, когда она занималась. Ей нравилось. Она смотрела на детей, которые умеют лучше. Всего за несколько лет занятий художественной гимнастикой Ане удалось получить 15 наград на всеукраинских и международных турнирах. Большинство из них – это первые и вторые места. В 2015 году семья переехала в Прилуки Черниговской области. Бросать спорт Аня не хотела. А и так в ее жизни появился цирк. Когда мы в Прилуки приехали, стал вопрос, где нам заниматься. И нашли то, что более сродни художественной гимнастике, тоже гибкость, шпагаты, растяжки. Нашли цирковую студию. Мы там позанимались два года. Взяли то, все, что могли. Дальше надо класс повышать. Когда мы приехали в Прилуки, тут получилось, что она для других примеров, а ей нет. И она чуть-чуть так поугасла. А вот смотрю, как мы в Киеву к Татьяне Кузнецовой привезли ее. Опять ей стало интересно. Она же уже видит девочки такие, на кого можно равняться. И стало интересно. Мне кажется, если бы все время был пример и стимул, она бы занималась. Детки, которые занимаются спортом, они более радостные, они более такие жидкие, целеустремленные. В общем-то, там много аспектов. Если у ребенка резко забрать спорт, сказать, все, там, не будешь ходить, то вы тогда просто забираете у него вот этот источник радости. Он должен ходить. Но пусть не такие будут нагрузки. Пусть он занимается спортом, но не прям так категорично. Ничего нельзя сделать вообще категорично. Например, ребенок делал, 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 а потом все ты этого не будешь делать, потому что это разрушает тебя. Если вам так это не нравится, просто потихонечку снижайте уровень давления. Цирковую студию в Прилуках, в которую попала Аня, возродил всемирно известный цирковой артист, солист цирка Дю Салей, жонглер-эквилибрист Виктор Ки. Он сам из Прилук родом. Он с пяти лет цирком занимался. И он возродил в Прилуках цирковую студию в 2015 году. Когда он возродил, мы как раз переехали из Киева в Прилуке и к нему попали. Он ее заметил, заинтересовался и начал продвигать. Тогда в Прилуках Виктор Ки организовал грандиозное, беспрецедентное для Украины мероприятие – концерт мировых звезд цирка. И маленькая Аня выступала с ними на одной сцене. К тому времени у Ани уже были небольшие наработки собственного номера. И ее папа решил, что девочку можно отправлять на одно из крупных талант-шоу Украины. Я придумал, дал заявку туда. Когда нам через два месяца пришел ответ, что приезжайте на первый кастинг, мама была в шоке, говорит, зачем ты это сделал. У нас к этому времени номера совсем не было. Ну вот мы за два месяца подготовились, прошли первый кастинг, второй, а дальше они попали. Я считала, что не очень хорошо подготовленный ребенок. Мне кажется, если куда-то отправлять ее, так же было на все сто. Мне или сто, или ноль. Среднее мне не нравится. Ну я видела, что есть дети, которые умеют вроде как лучше. Муж говорит, ну она же маленькая, давай же, что это же скидку на возраст же можно делать. На кастинге Аня была не очень разговорчивой, потому что привыкла не рассказывать, а показывать. Ее язык – это язык тела. Аня получила от судей три, да, но дальше в шоу не прошла. Но ведь это не главное, а главное опыт, который она получила на кастингах. Ну конечно помогли тем, что я лучше стала делать, ну лучше движения делать, всякие упражнения. А дальше было знакомство с настоящей ареной цирка. В 2016 году Аня с номером «Грация» принимала участие в цирковом фестивале «Звезды будущего» в Киеве, где ее заметил Николай Кобзов и пригласил сначала участвовать в представлении «Ангелы цирка», а затем и в шоу «Цирк рекордов». Первый раз в таком цирке выступала шестилетняя девочка. Это тоже как бы своеобразный рекорд был, и для Ани был рекорд, и для цирка. И после ее выступления вышел сам Николай Николаевич Кобзов, Виктор Ки, и поздравили Аню с удачным выступлением. В жизни этой юной спортсменки был еще один серьезный цирковой опыт. В Швейцарии в 2017 году был фестиваль «Алак» международный. Там мы дети, взрослые были, серьезные артисты. Она там золото взяла в своей возрастной категории. Фестиваль включает самые разнообразные цирковые дисциплины и несколько лет подряд собирает артистов со всего мира. Аня Куриленко была указана в программе как специальный гость. Сентября 2017 года Аня активно занимается каучуком, или, как еще называют этот цирковый жанр, конторшин в одной из киевских студий. Этот жанр в цирке считается очень-очень такой древний, давний, можно сказать. Он основан на природных данных людей. Это гипермобильность суставов. То есть если у человека нет врожденных данных гипермобильности, то он не может заниматься этим жанром. У многих народностей, например, у монголов и китайцев, жанр конторшин считается национальным. Практически с двух лет дети показывают невероятные возможности тела. Каучук, он обязательно подразумевает, конечно же, врожденные данные. То есть все дети, которые занимаются этим жанром, у них есть эти данные. Но самое главное, это, конечно же, трудоспособность. Я считаю талантом, это когда ребенок может приходить в зал и работать несколько часов, уже готовя себя в будущем, может быть, к профессии. И вот Аня и другие девочки, которые занимаются у меня, они очень-очень трудоспособны. То есть они все обладают, конечно же, врожденной гипермобильностью суставов. Но самое главное, это трудолюбие. Благодаря этому на подготовку одного трюка у Ани уходит совсем немного времени. Тренировки где-то три или две. Иногда я из-за одной тренировки это делаю. Когда мне дают в номер что-то, мне очень такое сложное. Это когда-то у меня получается. Ребенок просто впитывает все как губка, очень быстро. То есть в этом тоже состоит ее талант. Ну, я даже не знаю, как это объяснить, но она хватает очень быстро. И с ней очень легко работать. На наших глазах практически за неделю вместе с тренером Аня подготовила новый номер со сложными трюками. В общем-то мы готовимся к фестивалю, к цирковому. Вот, и мы сейчас делаем новый номер на столе, в который мы вводим элементы эквилибристики. То есть это стойки на руках. Потому что, чтобы усложнить этот жанр, да, сделать его более сложным, более зрелищным, всегда вводят эквилибр. Стойки в прогибах в каучуке называются богин, и благодаря им Аня может показать свой талант. Все трюки именно построены в каучуке на богинах, да, но самыми сложными считаются двойные и тройные складки. Мы используем в новом номере как раз разновидность двойных и тройных складок. Это такие основные прогибы в каучуке, да, это когда ноги закладываются под мышки и колени кладутся на пол. Я считаю, что отличие этого жанра каучук состоит в том, что здесь мы делаем двойные и тройные складки, потому что такие элементы в других видах акробатики не используются, только здесь. Помимо еженедельных занятий в студии каучука, Ане очень нравятся бальные танцы. И она уже успела завоевать несколько кубков. Ей необходимо заниматься каждый день дома. Разминка и растяжка обязательны, чтобы в дальнейшем избежать проблем со спиной и не утратить навыков. А когда в школе каникулы, Аня переезжает в Киев к тренеру и каждый день занимается по несколько часов. Там приходится ей быть самой, без родителей. Учится самостоятельности, принимать решения сама какие-то учится. В какие-то ситуации попадать же, знать, как найти выход. В самостоятельности Аня еще с пяти лет научилась и в спортивных лагерях, где дети тренируются, общаются и отдыхают. Первый раз мы, конечно, думали, как ее ставить. Там мы еще на день остались. Но она нас попросила удалиться. Сказала, я вас стесняюсь, видите, я сама буду тут заниматься. Нормально занималась. То есть справляется все полностью. Сейчас мы уже не боимся ее отправлять. Сегодня, несмотря на юный возраст, Аня понимает, что любимое занятие может отнимать много времени и сил. Поэтому нужно стараться все делать быстро и качественно. Спортом, когда занимаешься, надо посвящать много времени этому. Пока не ходила в школу Анечка, так было время. А сейчас же она понимает, что надо быстро все сделать, чтобы успеть еще и погулять и позаниматься. Потому что папа говорит, обязательно позаниматься надо. Хочешь, не хочешь. Ей надо много чего успеть, поэтому она учится организовать свое время, планировать. Она учится самостоятельности. Но при этом Аня не лишена детства. Любит животных, ухаживает за растениями, плетет из бисера и вяжет крючком. Любит помогать маме по дому. Я когда чем-то занимаюсь, она тоже делает ту же саму. Я достаю машинку швейну шить, она тут же тоже ей надо что-то шить. Там я что-нибудь закатываю, помидоры, огурцы. Она тоже себе берет банку, начинает что-то там делать. Ребенка обязательно должны быть в выходные. И на этих выходных он должен делать то, что он сам считает нужным. Например, родители. Вот я ему дала выходной, и вы представляете, он целый день лежал. Ну как так можно? Можно. Вот ребенку хочется полежать. Особенно вот в момент с 10 до 15 лет очень быстро растет тело. Вот растут кости, растет тело. И на это тратится очень большое количество энергии. Поэтому для ребенка нормально прийти и полежать, например. Сегодня Анне нравится то, чем она занимается. Она мечтает о золотых медалях. Любит проводить время среди единомышленников. И в отличие от многих детей, еще не думает о том, какую бы профессию хотела выбрать. И будет ли эта профессия связана с цирком. Но уже сейчас, как настоящий профессионал, она знает, что нужно для качественного выполнения номера. У него надо натягивать носки, колени, надо улыбаться, чтобы было красиво. Надо стараться. Дерзкие и талантливые. Смелые и неугомонные, самостоятельные и счастливые. Они – наше будущее. Они – будущее Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова